Всем привет дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино ТОП, сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Русские горки». Приятного просмотра. Сюжет, это семейная сага история трех поколений, первому из которых выпала нелегкая доля военных лет. Во время встречи с главными героями Татьяна на службе МГБ, а ее новым заданием была опека над несовершеннолетними дочерьми английского шпиона Джона Харпера. Совсем скоро Татьяна по ложному доносу сама окажется за решеткой, причем вместе со своим любимым Джоном. Именно в сталинском лагере родится красивая девочка, дочь двух арестантов с прекрасным именем Ницца, а ее приемными родителями станут Петр и Бет. С появлением Ницца начнется история третьего поколения. А саму героиня Марии Лисовой ожидает очень яркая и насыщенная жизнь. Первая серия. 1945 год. Два друга, Петр Иконников и Марк Шварц, после возвращения с фронта отдыхают в санатории в Хосте, где знакомятся с молодой красивой девушкой, Татьяной Гражданкиной, которая работает гувернанткой на вилле британского торгпреда Джона Харпера и опекает двух его дочерей, Лизу и Сару. Приятели не подозревают, что Татьяна на самом деле – сотрудник НКВД, а Джон Харпер – перевербованный британский агент. К тому же Таня безответно влюблена в Джона и ревнует его к жене Элеоноре. Вторая серия. Петр и Марк возвращаются в Москву и поступают в Суриковское училище. Помощник британского резидента, агент Николай, идентифицирует Татьяну Гражданкину как сотрудницу НКВД, таким образом, англичане понимают, что Харпер работает на советы. Джона вместе с Нарой вызывают в Москву. Во время приема в британском посольстве Нару задерживают, Джон уже удается уйти. Третья серия. Джон возвращается в хосту. Татьяна подмешивает ему наркотик, в алкоголе обманом проводит с ним ночь. На утро девочки становятся свидетелями страшной сцены. Татьяна спасает Джона, убивает одного из ликвидаторов НКВД, Татьяну и Джона берут под арест. Нару с девочками депортируют в Англию. По пути в лагерь Татьяна понимает, что беременна от Джона. Четвертая серия. 1946 год. Марк и Петр решают построить совместный дом в деревне Гончарка. В лагере у Татьяны рождается девочка Наташа. Ее забирают и отправляют в дом малютки. Нара требует от британских властей освободить ее мужа из ГУЛАГа, но ей отказывают. 1953 год. В Москве полным ходом идут аресты по делу врачей. Среди арестованных оказывается и возлюбленной матери Марка, Миры, Лев Штерингас. Мира отказывается от попыток его спасти. Пятая серия. 1953 год. После смерти Сталина Татьяна возвращается из лагеря. Первым делом она пытается найти дочь, но все ее усилия тщетны. На своей персональной выставке Петр знакомится с Лизой Харпер, которая приехала в СССР на стажировку. Петр и Лиза влюбляются друг в друга с первого взгляда. Он привозит ее в гончарку. Там они встречают сбежавшую из детдома девочку Наташу по прозвищу Ницца. Наташа оказывается дочерью Татьяны и Джона. Шестая серия. Татьяна продолжает поиски дочери и Джона. Ей удается разыскать Джона в одном из сибирских лагерей. Петр и Лиза подают заявление в ЗАГС, сотрудник НКВД предлагает Петру стать секретным осведомителем в обмен на разрешение на брак с иностранкой. Петр отказывается. Вместо него соглашается Марк, который просит пригласить на свадьбу сестру Лизы, Сару. Седьмая серия. Татьяна добивается свидания с Джоном, но тот отказывается от общения с ней. Татьяна прибивается к банде барона, который обещает ей помочь найти дочь. Вместе с ними она участвует в ограблении генеральской дачи. Приезжает Сара. Лиза и Петр обмениваются кольцами в заброшенном храме, который Петр вместе с немой деревенской девушкой Катей расписывает заново. Катя любит Марка, и он пользуется этим. Узнав о его намерении жениться на Саре, Катя понимает, что ей больше незачем жить. Восьмая серия. Марк женится на Саре. Его мать категорически против этого брака. Марк ссорится с матерью и вместе с молодой женой покидает ее дом. Его дела начинают идти в гору. По доносу Марка из союза художников, исключают их общего с Петром друга, Гурьева. Узнав об этом, Петр рвет всяческие отношения с Марком. В их совместном строящемся в гончарке доме, Петр требует заложить глухую разделительную стену. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу, ну и нажать на колокольчик, чтоб не пропустить следующие видео на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok